МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что в этом направлении делают в Барановичах, также расскажем в программе. К чему может привести попытка нелегально ввести дорогой товар из-за границы? Жительница Бреста лишилась не только профессионального фотоаппарата, но и автомобиля. А также другие темы. Выявить преступника по биологическому следу или так называемому коду ДНК эксперты-генетики в Бресте обсуждали возможности судебно-генетической экспертизы. Тут прошла научно-практическая конференция на эту тему. Более 40 специалистов Государственного комитета судебных экспертиз в области генетики и гостей из России на этой конференции обсудили актуальные вопросы судебно-экспертной деятельности и ее перспективные направления развития. Белорусские эксперты на сегодня одни из лучших на просторах СНГ. В свое время это направление следственной деятельности в стороне получило зеленый свет. В одном месте в Государственном комитете судебных экспертиз собрали лучших специалистов с разных правоохранительных структур и результат не заставил себя долго ждать. Сегодня у экспертов-криминалистов появилась даже возможность раскрывать преступления давно минувших лет. Убийство и по кражам, и по употреблению наркотиков, и широко данная методика уже достаточно давно внедрена в республики. Но с 1 июля 2013 года в Республике Беларусь образовался Государственный комитет судебных экспертиз, в котором объединились эксперты из всех экспертных учреждений, которые существовали до этого момента. У нас работают люди, которые пришли и из медицины, которые пришли из Министерства внутренних дел, из Министерства юстиции. И мы пытаемся тот потенциал, который люди накопили, вот работая отдельно, соединить в нашем экспертном учреждении с целью достижения наилучших результатов по исследованию ДНК. Со слов специалистов, сегодня генетическая экспертиза на 100% считается доказательной базой для правоохранителей. Как это было недавно в Бресте, когда к ответственности привлекли двух молодых людей. Несколько лет тому в областном центре они угоняли автомобили, забирали ценные вещи, но задержать их на месте преступления не удавалось. Были взяты биологические следы с вещественных доказательств. И только сегодня сравнительный анализ следов ДНК позволил выявить преступников и предъявить им обвинения. На это время они уже отбывали наказание за иные уголовные деяния. На сегодняшний день у нас идет тенденция к некоторому уменьшению объема исследований ввиду того, что это очень дорогостоящий видоэкспертиз и происходит серьезная сортировка и материалы, которые направляются к нам, и предметы, и количество этих предметов. Поэтому большая цифра – это не значит хорошо. На сегодняшний день мы немножко идем по другому уровню, на качество, снижение себестоимости экспертиз и получение результата благодаря именно качеству работы. За 11 месяцев этого года в Брестской области проведено более 2000 ДНК-экспертиз. В Барановичах преступность несовершеннолетних в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилась более чем в два раза. Как удалось добиться таких показателей в следующем нашем материале? Большинство учащихся – профессионального лица и строителей в Барановичах юноши, при этом контингент специфический. Не все, но многие с невысоким баллом аттестата из малообеспеченных и неблагополучных семей. Около 50 человек уже попадали в поле зрения правоохранительных органов и еще два года назад количество преступлений только в этом учебном учреждении приближалось к двум десяткам – кражи, спайс и хулиганства. Сегодня картина совершенно иная. Активная борьба в сотрудничестве с Барановичским ГУВД помогла нам решить эту проблему. И я хочу сказать, что различными формами совместной работы мы решали эту задачу. Это были и совместные рейды, это было и взаимодействие по телефону, это была и совместная поисковая работа, индивидуально-профилактическая работа, беседа с семьями, своевременная их помощь, оказание помощи нам. И результат не замедлил сказаться. Уже в прошлом году у нас статистика упала в два раза, а в этом году, в течение календарного года, совершено только одно преступление. Пример лицея не единичный. Если взять общую статистику по Барановичам, количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, в этом году сократилось более чем в два раза, на 56%. Если проанализировать в целом, начиная с 2004 года, когда преступления доходили до 200, 184 в 2005 году, постепенно с 2006 года эта преступность начала снижаться, скачок был только в 2015 году. А на сегодняшний день я хочу отметить, что благодаря работе не только сотрудников органов внутренних дел, но и в целом всех субъектов профилактики, в том числе исполнительной власти, в том числе взаимодействия с органами прокуратуры, мы именно добились тех успехов, которые на сегодняшний день имеем. С начала года несовершеннолетними жителями Барановичей было совершено только 24 преступления. Большая часть из них – кражи. Обращаясь к тем же несовершеннолетним, я бы просто хотел их попросить, если они нас сегодня слышат, чтобы они действительно думали о своих поступках, думали о той будущей жизни, в которую они входят. Ну и, конечно же, стоит задуматься тем родителям, которые мало уделяют внимания своим, скажем так, чадам, которые в ночное время, в вечернее время отпускают их гулять. Индивидуально профилактическая работа с несовершеннолетними, а также выявление взрослых, которые вовлекают детей в пьянство и преступную деятельность, будет продолжено. И кто знает, может быть, уже не за горами то время, когда количество преступлений среди несовершеннолетних за год будет равным нулю. Какой же Новый год без пиротехники? Это уже стало традицией. Только вот часто во время ее использования приходят не совсем праздничные известия из учреждений охраны здоровья и МЧС. Что необходимо знать, чтобы праздничные фейерверки не стали причиной неприятностей? Расскажем далее. Если вы любитель огненного шоу или просто вам нравятся праздничные фейерверки на Новый год, покупать эти изделия стоит только в специализированных магазинах. Приобрести такой товар можно только начиная с 15-летнего возраста. Тут все зависит уже от самого покупателя. То есть кого-то устраивает там, в принципе, и упаковка бенгальских огней. Кто-то может себе позволить что-то более дорогое, более красочное. То есть тут такого как бы, такой линии нету, что все берут одно и то же. То есть, как говорится, на вкус и цвет мнения разные. Поэтому кому-то надо, чтобы было шумно, громко, то есть берут петарды, кому-то надо наоборот, то есть им петарды неинтересные, им надо именно более красочное, зрелищное изделие. При покупке мы доводим до покупателя и обращение с изделиями, и как правильно их установить, и где лучше их запускать. И помимо того, на каждом изделии нанесена инструкция, как правильно эксплуатировать данные изделия, так как все-таки это фейерверки. И хотелось бы, чтобы праздники прошли благополучно, то есть без последствий, как для запускающего, так и просто для того, кто будет проходить мимо. Сотрудники милиции проводят специальные рейды по выявлению фактов нелегальной торговли. За прошлый год таких случаев было 150. К административной ответственности привлечено 48 человек. За нарушение правил обращения предусмотрена административная ответственность в соответствии с статьей 23.48 Кодекса обеспечения правонарушения в виде штрафа до 10 базовых величин. Повторное противоправное деяние предусматривает штрафные санкции с 10 до 30 базовых величин. Только аккуратность и меры безопасности позволят всем нам создать атмосферу новогодних праздников, запоминающейся и безопасной. С начала года в пунктах пропуска на белорусско-польской границе за попытки перемещения товара в тайниках и иных способов, которые затрудняют их обнаружение, сотрудники Брестской таможни конфисковали более 30 автомобилей. Очередная подобная попытка пресечена в республиканском пункте таможенного оформления Варшавский мост. Жительница Бреста на автомобиле возвращалась с Польши домой. При пересечении границы в таможенной декларации заявила о ввозе на территорию ЕС стекла для легкового автомобиля массой 15 килограмм и стоимость 74 доллара США. В результате осмотра транспортного средства конструктивной ниши под капотом был найден фотоаппарат Sony стоимостью 1100 евро. При этом в предыдущий раз Брещанка пересекала границу двумя днями ранее. А значит имела право ввозить только не более 20 килограммов товара для личных нужд стоимостью до 300 евро. В отношении гражданки начат административный процесс. А в связи с использованием тайника и фотоаппарат и машина до решения суда конфискованы. На сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать за отведенное нам эфирное время. Следующий выпуск передачи «Зона безопасности» смотрите 19 декабря в 19.55 на телеканале Беларусь 4 Брест. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова